Здравствуйте! Вы смотрите программу «Второе дыхание». Это программа о спорте, спортсменах и здоровом образе жизни. Сегодня вы увидите Зоркость глаз и ловкость рук, а в руках спортивный лук. Спорт и мода. Мода на спорт. В Рязани прошел необычный фестиваль. Королева всегда королева. Галина Джавахова полвека в легкой атлетике. Ну а теперь обо всем по порядку. Начнем нашу сегодняшнюю программу с весьма интеллигентного и даже благородного вида спорта, а именно стрельбы из лука. К тому же рязанские спортсмены не перестают прогрессировать в этой спортивной дисциплине, и у них получается добиваться высоких результатов и, соответственно, призовых мест уже и на международных соревнованиях. Стрельба из лука как спорт зародилась в 15 веке в Швейцарии. Со времен каменного века и до момента создания огнестрельного оружия лук был орудием для добычи еды, защиты дома и семьи. Но после необходимость в нем отпала, поскольку для ведения боевых действий чаще использовались ружья и пистолеты. Тогда-то и начала развиваться спортивная стрельба из лука. Приверженцев данного вида оружия всегда было много, некоторые даже считали стрелы опаснее пули. Неоднократно проводились соревнования между лучниками и стрелками из ружей. Последние такие состязания прошли в Англии в 1972 году. Участники делали по 20 выстрелов с расстояния в 91 метр. В мишенях оказалось 16 стрел и всего лишь 12 пуль. А ведь на дворе был уже 18 век. Неудивительно, что через 100 лет лук в руках опытного стрелка считался самым опасным оружием. Развитие Олимпийского движения, которое началось после Первого Олимпийского конгресса в 1894 году в Париже, также сыграло свою роль в становлении стрельбы из лука как вида спорта. В 1900 году на Вторых Олимпийских играх прошли первые официальные соревнования по данной дисциплине. Сейчас стрельба из лука считается популярным видом спорта, который с каждым годом завоевывает сердца все большего и большего количества поклонников, в том числе и в Рязани. Это развивающийся вид спорта для Рязани. Сейчас занимается порядка 350 детей во всех спортивных школах, где открытое отделение стрельбы из лука. Спорт набирает обороты, количество детей, заинтересованность с каждым годом возрастает. Поэтому я думаю, что это развивающийся вид спорта, который станет со временем массовым. Действительно, в нашем городе многие не прочь пострелять из лука. Причем делают это не только с удовольствием, но еще и профессионально. Буквально на днях в средней общеобразовательной школе номер 50 города Рязани состоялся девятый открытый чемпионат Рязанской области по стрельбе из лука «Надежда Рязани». Соревнования собрали лучников из нашего города на Рязанского и Рыбновского районов и Владимирской области. Всего приняли участие в соревнованиях более 40 человек. «Давно занимаешься?» «5 лет». «Какие достижения уже есть?» «Побывал на Кубке Европы, третье место в командах, лучшие достижения. Несколько раз становился победителем первенства России». «А вот почему такой выбор в виде спорта?» «Не знаю, случайно узнал, что в Рязани появился такой вид спорта и решил попробовать». «Друзья посоветовали, как бы меня заинтересовал этот вид спорта, и я решила попробовать себя в нем». «Какие достижения уже имеются?» «Да, третье место на Кубке Европы и призерка всероссийских соревнований». «Чего ждешь вам следующих соревнований?» «Я надеюсь на победу, как всегда». «Жду победы, конечно же, когда там как уже пойдет». «Да, на пути у них лучше не стоять, а вот поучиться есть чему, как, впрочем, и у любого спортсмена, для которого спорт – это жизнь. «Кстати, что касается лучного спорта, то хорош он не только тем, что, например, исправляет осанку, развивает глазомер, улучшает зрение и позволяет держать мышцы в тонусе, но и тем, что начать заниматься этим видом спорта никогда не поздно». «Стрельба из лука – демократичный вид спорта. Можно им начинать заниматься, как только ребенок может растянуть учебный лук, но по требованиям санпинов мы набираем детей с 11 лет. Возраст предельный, неограничен. Пока человек может держать в руках лук, он может стрелять. Многие приходят в зрелом возрасте, есть большой опыт и в России у нас, когда люди в возрасте 40-50 лет начинают стрелять из лука и добиваются, в общем-то, неплохих результатов». «В общем, зрелищности лучному спорту не занимать. Секций становится все больше, так что, если до сих пор не знаете, как разнообразить свой культурный и спортивный досуг, возможно, стрельба из лука – именно то, что вам нужно». «Нынешний год» выдался для российских спортсменов весьма удачным, но проведение зимних Олимпийских игр в Сочи подтолкнуло многих людей к занятиям физической культурой. В общем-то, Олимпийская тема продолжается и сейчас. В Рязани побывал Олимпийский патруль из известных и знаменитых чемпионов. Общероссийский спортивный проект «Олимпийский патруль» направлен прежде всего на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи. В гости к школьникам, в том числе и рязанским, приходят известные и титулованные спортсмены. На этот раз 17-ю школу посетила серебряный призер Олимпийских игр в Афинах по прыжкам в длину Ирина Симагина. Встречали ее в стенах родной школы очень радушно и тепло, а далее ребята буквально засыпали спортсменку вопросами. Спрашивали и про то, как начала заниматься легкой атлетикой, чем понравились именно прыжки в длину и какие качества необходимы, чтобы достичь высокого спортивного результата. Я думаю, что нужно быть сильным характером и не нужно никогда не сдаваться и немного трудиться. И никогда не надо обращать внимание, когда ты хочешь тебя подстегнуть, чтобы ты испугался и вышел и плохо обдавил свои соревнования. Поэтому нужно быть сильным, волей к победе нужна была. Ирина Симагина начала свой спортивный путь уже в раннем детстве. Сначала посещала секцию по художественной гимнастике, но в пятом классе пришла в легкоатлетическую группу и увлеклась бегом. А затем под руководством заслуженного тренера Олега Копацинского главное внимание стало уделять прыжкам в длину. Пик спортивных результатов пришелся на начало 2000-х годов, когда к Ирине пришли победы на молодежных чемпионатах Европы и мира. В 2004 году на 28-х Олимпийских играх в Афинах Ирина Симагина показала результат в 7 метров и 5 сантиметров, завоевав таким образом серебряную медаль. Кстати, на тех играх весь пьедестал почета в дисциплине прыжки в длину остался за россиянками. Встреча со знаменитыми олимпийцами безусловно привлекает ребят к занятиям в спортивные секции и кружки. Благодаря честному личному общению с чемпионами на таких вот олимпийских уроках, школьники понимают, что спорт помогает не только укрепить здоровье, но и позволяет в жизни достигнуть высот. И, конечно, еще одним обязательным пунктом программы проекта «Олимпийский патруль» стала подготовка учащихся к сдаче физкультурного норматива комплекса «Готов к труду и обороне-2014». Потому после общения со спортсменкой ребята перешли в школьный спортзал. Отжимания от пола, виз и подтягивания на перекладине, упражнения на пресс и работа с отягощениями – все это поможет получить значок ГТО. И школьники 17-й школы с этими проверочными физкультурными тестами справились. Продолжает легкоатлетическую тему и наша традиционная рубрика о знаменитых рязанских спортсменах и тренерах. Речь пойдет о заслуженном тренере России, воспитавшем не одно поколение рязанских бегунов, а именно Галине Сергеевне Джаваховой. Пожалуй, все, кто когда-либо занимался легкой атлетикой в нашем городе, знакома с заслуженным тренером России Галиной Сергеевной Джаваховой. Более чем за полвека тренерской деятельности она воспитала немало спортсменов. Среди наиболее известных – это, конечно, заслуженный тренер Олег Копацинский, Сергей Букатин. Тренировалась у Галины Сергеевны и серебряный призер Олимпиады в Афинах Ирина Семагина. Галина Сергеевна Джавахова рассказывает, что сама легкой атлетикой начала заниматься еще в детстве, когда вместе с семьей жила в грузинской столице Тбилиси. В пятом классе меня брат привел в секцию по легкой атлетике. Вот с того и началось. Я была членом сборной Грузии, прыгала в длину и бежала почему-то 400 метров. Потому что в Грузии такие дистанции, мало кто бегает. Прыгать-прыгают, а так долго бежать не могут. Окончила я в Тбилиси Грузинский государственный институт физической культуры, и нас направили в Казахстан по распределению. Мы обязаны были поехать и отработать там один год. Год мы отработали, и я приехала в Рязань, потому что у меня здесь жил брат. Он тоже мастер спорта, но по греко-римской борьбе. И я стала жить в Рязани. Меня Пал Куприанч Чехов взял в штат детской спортивной школы в 1964 году, в октябре. И с тех пор я работаю в этой школе бессменно. Понятно, в то время в Рязани легкая атлетика была не так популярна, как сейчас. И приходилось заниматься в спартанских условиях, прямо в коридорах 40-й школы. Случались из-за отсутствия необходимых условий и забавные инциденты. В 40-й школе я начала набирать первый свой набор. Бегали мы, естественно, по школьным коридорам длиной 40 метров по паркету. Зал был очень маленький, 9 на 18. И все, что мы делали, мы делали в принципе в коридоре. Несмотря на то, что мы прыгали в школьных коридорах, на маты жесткие. Забивали плафоны, когда прыгали в длину. Там рукой есть движение. Уезжали на матах в дверь. Ну, все было. Но почему-то выигрывали Россию. Спрашивали, какой у вас манеж, какое у вас покрытие. Я говорю, паркет. Как паркет? Я говорю, да нет у нас манежа. Да не может быть. Ну, приезжайте в гости. После постройки легкоатлетического манежа, конечно, выросли и результаты. Резанских спортсменов, воспитанники спортшколы стали побеждать на республиканских и всесоюзных соревнованиях. Хотя, если сравнивать советский период, то сейчас количество занимающихся немного поубавилось. Впрочем, по мнению Галины Сергеевны, причина этому вполне закономерна. За прошедшие годы открылось довольно значительное число самых различных спортивных секций и кружков. Кстати, Галина Джавахова не разделяет распространенного и весьма популярного сейчас мнения о том, что детей надо отдавать в спорт в самом раннем дошкольном возрасте. За долгий период тренерской работы она пришла к выводу, что оптимальные занятия легкой атлетикой в избежание ненужных травм должны начинаться лишь после шестого класса школы, когда ребенок осознанно выбирает понравившуюся ему спортивную дисциплину. Сейчас Галина Сергеевна Джавахова продолжает готовить бугунов-спринтеров и прогунов в длину. В свои 73 года она по-прежнему ежедневно приходит на работу в легкоатлетический манеж «Юность», готовится вместе со своими воспитанниками к очередным предстоящим соревнованиям. И результаты у наших спортсменов обязательно будут, ведь у истоков создания и становления самобытной рязанской школы легкой атлетики стояла Галина Сергеевна Джавахова. Ну, в общем, легкая атлетика сейчас в нашем городе по-настоящему массовый вид спорта, и ребята регулярно принимают участие не только в спортивных соревнованиях, но и в физкультурных мероприятиях. Недавно прошел конкурс среди спортшкол, направленный на привлечение молодежи к здоровому образу жизни. В среду, 29 октября, в Рязанском цирке прошел заключительный этап физкультурно-оздоровительного фестиваля «Спорт и мода. Мода на спорт». Показать молодежи, что заниматься спортом модно, организаторы фестиваля, проводимого в нашем городе впервые, решили на примере тех, кто уже давно сделал выбор в пользу здорового образа жизни. С 6 октября во всех спортивных школах города стартовал отборочный тур фестиваля, в рамках которого воспитанники сдавали нормативы побегу на 50 метров, плаванию, прыжкам в длину, подтягиванию, стрельбе с пневматической винтовки. Обладатели лучших результатов допускались до финала, где ребятам предстоит показать свои таланты в силе, ловкости и грациозности, а также продемонстрировать интеллект, ответив на ряд каверзных вопросов ведущих. Определять победителей будет компетентное жюри, в состав которого вошли представители городской и областной власти, известные рязанские спортсмены и руководители ведущих спортивных школ города. Этот проект еще раз доказал, что Рязань – город спортивный, а заниматься спортом сегодня действительно модно. Фестиваль спорта и мода, а мода на спорт – это не только конкурсная составляющая, но и яркое и интересное шоу, в рамках которого организованы веселые конкурсы, презентации спортивных школ, дефиле от театров моды и лазерное шоу. Ну а в завершении программы обзор спортивных событий, в которых принимали участие рязанские спортсмены. Футбольный клуб Рязани одержал очередную победу в первенстве России. 29 октября на своем поле, набеграв Динабо из Брянска, со счетом 1-0. Рязанцы продолжают уверенно сохранять вторую позицию в турнирной таблице, шествуя по дистанции без поражений. 26 октября в Майами состоялось командное первенство мира подзюдом среди юниоров и юниорок до 21 года. Представительница Рязанской области Надежда Ромашкова, выступавшая в весовой категории до 63 килограммов, завоевала на данных соревнованиях бронзовую медаль. Тренируется спортсменка под руководством Татьяны Сергеевой в Зюшор Комета. А 25 октября в Зюшор Родной Крайспорт состоялось личное командное первенство Рязанской области по самбо среди юношей 1997-1998 годов рождения. В соревнованиях приняли участие более 40 воспитанников из различных спортивных школ Рязани и Рязанской области. Соревнования проходили в 10 весовых категориях. В итоге в командном зачете на первом месте с Дюшор Юпитер, на втором – Родной Крайспорт, на третьем – с Дюшор Комета. На сегодня это все. Будьте спортивными, будьте активными. И пусть в любом деле у вас открывается второе дыхание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова